всем привет сегодня у нас с вами на связи адвокат павел это лицензированный адвокат который находится в киеве и сегодня тема нашего разговора это получение украинского гражданства по корням павел сможет ответить нам на самые актуальные вопросы которые подготовила их будет 5 здравствуйте расскажите пожалуйста о себе расскажите о вашей компании у нас юридическая фирма находится главный офис киеве название верум адвокат на английском как переводится как верные адвокаты мы уже работаем на протяжении последних четырех лет у нас есть команда адвокатов которая заниматься не только миграционным правом также уголовное хозяйственное корпоративное право принципе мы предоставляем полный спектр услуг которые связаны с ведением бизнеса как в украине так и за рубежом принципе готовы консультировать вас по всем интересующим в данном направлении вопросов спасибо павел смотрите сегодня у нас тема про получение гражданства до украинского и первым вопросом это будет значит относительно того кто может претендовать на гражданство по корням если мы говорим про украинское гражданство да давайте вот я предлагаю я вам скажу как бы видение свое преимущество получения гражданства украины наши наши реальности вот сейчас то есть и после этого отвечу на первый вопрос то есть больше как бы сейчас тенденция такая что большая часть иностранных граждан хотят получить скажем гражданство украины с целью первое это получение зарубежного паспорта который позволяет находиться на территории есть есть без визы данном унижение 90 это главное преимущество многие как бы получают выезжают там могут работать это первое преимущество второе преимущество большинство российских граждан или еще кто-то кто находится под какими-либо санкциями финансовыми либо политическими они также вспоминают о своих корнях украинских когда хотят как бы выйти из под этих санкций да и получить доступ своим финансовым ресурсам либо управлять ими и также свободно передвигаться по другим странам это основные как бы преимущества которые в принципе вы можете получить после оформления гражданства украины или переходя как бы к тому кто может это сделать но в первую очередь конечно же это лица которые которых ранее или сейчас в данный момент существует родственники на территории украины либо те которые были рождены на территории украины под родственникам подразумевается не только прямо это первая линия дата отец и мать это также могут быть родная тетя либо дядя бабушка либо дедушка до третьего линии до третьей линии родства а скажите пожалуйста какие то есть временные рамки когда эти родственники проживали на территории украины или были рождены то есть до какого то может быть года если ограничения в законе как бы четко прописано что все граждане которые проживали на территории еще советского союза и те которые проживали как бы во время уже независимой украины то есть большого значения не имеет главным фактом подтверждение того что ваши родственники проживали на территории украины является украинцами до этническими это является запись в актовом журнале рождения которые в принципе являются одним из главных подтверждающих документов именно связи с украиной и гражданство и украины то есть и про ваше происхождение там скажем так как клиента то есть также будет подтверждаться данным документом мы его находим либо уже систематизированы на данный момент к моему системе до этих актов записи либо в архивах государственных архивов тоже очень часто находятся такие записи если они были там сделаны там до 1900 там скажем как вот 20 30 у нас не была такая практика что в архиве какого-либо там населенного пункта либо даже села там находится там актовая книга на старого при этом из нее делают выписку с этой выпиской вы можете обращаться хорошо скажите пожалуйста помимо вот этой выписки какие еще необходимо предоставить документы но необходимо как было полное подтверждающие документы всей линии родственных связей то есть начиная там если это ваша третья линия по бабушка либо дедушка то есть нужно свидетельство о рождении как бы всех участников там начиная с 3 линии до 1 также нужны паспортные документы подтверждающие вашу личность если говорить о справке о знании языка то в этом случае она не требуется отлично язык вы сможете выучить когда будете уже гражданином украины находиться здесь на законных основах замечательно потому что вот очень многих такой вопрос да интересует кто например их интересуется этим вопросом что люди например знают о том что бабушка была рождена на украине дали дедушка но при этом люди не имеют никаких документов подтверждающих на руках да то есть они думают что если у них нет документов значит они не имеют права но по сути если у человека нету там не свидетельство там о рождении или вообще каких-либо документов своих родственников это не имеет значения нужно наверное знать просто год рождения и фамилии и можно уже сделать запрос в соответствующие органы конечно конечно мы как адвокаты не право направлять адвокатские запросы как срок ответа на которых составляет 5 дней если вы знаете какие-то идентификационные данные ваших родственников которые были украинцами вы хотите получить гражданство в принципе мы можем провести такое небольшое расследование восстановить всю цепочку получить все подтверждающие документы по этой цепочке то когда был рожден когда родился женился и так далее да и на основании этих официально полученных ответов вы сможете оформлять хорошо спасибо а скажите пожалуйста относительно сроков да то есть сроки например оформление этого запроса до получения выписки из этого реестра и после подачи вот подали мы все необходимые документы сколько необходимо кандидату ожидать времени смотрите каждая ситуация клиента на индивидуально все зависит от того от наличия документов которые у него есть и наличие информации первоначально скажем если это есть все документы есть полностью готовый пакет да там сформирован уже исключением каких-то небольших нюансов то я думаю в течение там 10-15 дней мы можем сформировать согласовать дату визита и подавать документы в мере свободы законодательство украина устанавливает что после того как вы обратились и подали полный пакет документов они имеют право на протяжении года рассматривать да эти документы то есть проводить там проверки подлинности скажем подтвержденности ваших данных если будет какое-то сомнение они могут вызвать вас на собеседование дополнительное задать какие-то вопросы что в принципе нашем случае очень редко бывает учитывая как бы если вы являетесь гражданином там российской русскоязычным с этим проблем не возникает нас бывают случаи что граждане ливана ирана хотят это сделать с ними конечно возникают вопрос хорошо относительно супругов например да то есть если вот у клиента имеются родственники он получает гражданство по корня при этом он находится в браке да то касательно второго супруга как распространяется гражданство на него значит если вы получаете например один из супруга получает гражданство украины то второй супруг имеет право оформить для начала мы всегда так рекомендуем нашим клиентам оформить вид на жительство его можно оформить на постоянной основе то есть постоянный вид на жительство на основании этого вида на жительство вы сможете также оформлять гражданство украины вашего супруга на том основании что один из них являются уже граждан воссоединение семьи правильно я понимаю хорошо смотрите был подготовлен вопрос на котором уже в принципе ответили в самом начале до относительно преимуществ ну конечно же всем я понимаю что это очевидно до что доступа в европу то есть в принципе я знаю что гражданам украине намного проще и доустраивается многих странах нежели чем гражданам и страны снг и вообще отсутствие оформления визы да это сокращает расходы скажем на визовые сборы ну и дает очень много преимуществ последний вопрос который интересно послушать ваше мнение как эксперты как специалиста вот перспективах развития страны как вы считаете если какие-то изменения на данный момент со сменой власти что ожидает в будущем вообще стоит ли людям становиться гражданами но если говорить на данный момент вот как раз вот сейчас в парламенте украины происходит смена правительства также президент украины декларирует такие заявления о том что разрабатывается законопроект отбойного гражданства принципе сейчас если гражданин получает украинская оформлять украинское гражданство он обязан подписать обязательство о том что он прекращает свое предыдущее гражданство какой-либо страны президент декларирует что они хотят ввести возможность гражданам украины иметь два паспорта для этого в принципе перспективы достаточно интересная в разных странах это принято я считаю что достаточно достаточно будет людям как бы комфортнее до себя чувствовать там и выбирать место жительства и паспорт который для них нужен для выполнения каких-то бизнес целей там муманитарно скажите пожалуйста вот например человек подписывает до обязательства об отказе от гражданства своего предыдущего но в силу каких-то обстоятельств если например ну страна не разрешает отказаться от гражданства могут ли отобрать украинское гражданство которое уже выдали да если человек не соблю вот эти требования знаете такой практики нет гражданство украины имеет право лишить только президент украины своим указом а таких указов вот даже официально на сайте их нет но не считая кейс саакашвили который резко получил как бы гражданство потом резко у него их забрали то есть какие-то политические мошенники либо какие-то политические деятели которые там лидеры мнения такие люди как бы могут лишиться скажем если вы обычный гражданин там находитесь в системе координат там не политических я не думаю что вас по этому поводу будут возникать какие-либо и главным фактором главным фактором это является что за это не предусмотрена какая-либо уголовная там либо административная никто вас не привлечет к штрафу просто и я например слышала о том что если ты хочешь откажет отказаться от гражданства например в россии и при этом ты имеешь какие-то кредитные обязательства то есть тебя могут еще и не лишить этого гражданства да то есть вот потому что такая палка двух концах если человек например имеет какие-то обязательства как он может взять и отказаться от своего гражданства главное что вы должны понимать и все наши зрители должны понимать что если вы являетесь обладателем двух паспортов и российского и украинского то находясь на территории российской федерации вы будете рассматриваться гражданин российской федерации и когда вы приезжаете в украину дату все государственные власти будут рассматривать вас как гражданина украины на основании паспорта они не будут вас рассматривать гражданина российской федерации это главная особенность в принципе я думаю что вы ответили на все вопросы которые больше всего интересуют вообще зрители потому что я лично сама смотрела в интернете очень мало информации на эту тему но тема очень актуальна очень интересна на данный момент спасибо вам за все вопросы на которые вы ответили я тогда ссылочки к этому видео прикреплю ссылочку на ваш сайт все наши подписчики смогут обращаться задавать вопросы или в комментариях или в принципе писать даже даже мне в личку я могу вас контактировать с адвокатом с павлом ну тогда я с вами прощаюсь спасибо вам спасибо будем рады ответить на все интересующие вопросы всего доброго